Илья Несходовский с нами на связи, экономический эксперт. Илья, здравствуйте, рада вам в эфире Фридом. Здравствуйте. Добрый день. Давайте об этом амбициозном заявлении господина Малюськи, напомню нашим зрителям, это министр юстиции Украины. Еще раз скажу, что он заявил о том, что инвестиция сразу же всех 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в оборонно-промышленный комплекс Украины кардинально бы в целом поменяла бы ситуацию на поле боя. Говорил о том, что 50 миллиардов, о которых договорились страны J7, это политический компромисс. Цель амбициозна, но насколько она реалистична на данный момент, по вашему мнению, учитывая, какой путь Украина и союзники прошли даже к процессу выделения доходов от замороженных активов российских, находящихся в странах Запада? Ну, исходя из тех решений, которые приняты на заседание J7, а также поддержку европейских стран и всех ключевых стран относительно выделения Украине кредита в размере 50 миллиардов, на мой взгляд, это полностью уже решенный вопрос. При этом механизмы для того, чтобы это реализовать, уже определенно сделаны. Как было правильно сказано в сюжете, замороженные активы не могут приносить доход, не могут приносить прибыль ее собственникам. Они аккумулируются на отдельных счетах, и поэтому, соответственно, это дает возможность использовать эти деньги или напрямую передавать Украине. То есть это будет где-то приблизительно от 3 до 5 миллиардов на протяжении того времени, пока эти активы будут заморожены. На мое убеждение, это не лучший вариант, потому что это так по капельке, по чайной ложечке давать Украине для того, чтобы она смогла удерживать свое финансовое состояние, свой бюджет и финансировать частично оборонно-промышленный комплекс или дать довольно-таки существенную сумму прямо сейчас, а уже потом за счет тех денег, которые будут аккумулироваться на доходных счетах, соответственно, компенсировать эти вложения. Это гораздо лучший вариант. Нет ограничений относительно использования этих денег. 50 миллиардов — это значительная сумма. надо понимать, что у нас до войны наш бюджет составлял где-то приблизительно около 40 миллиардов долларов. То есть это полностью наш бюджет еще даже немножко больше. Даже если рассматривать тот дефицит, который мы покрывали в 2022-2023 году, около 40 миллиардов, он также покрывает полностью весь дефицит, но при этом у нас есть определенные договоренности и с другими странами, и с международными организациями, то есть деньги будут поступать. Относительно этих 300 миллиардов, надо же понимать, что победив, но при этом не имея возможности восстановить страну, это немножко такая первая победа. То есть с чем мы останемся? Нам очень нужны будут деньги для того, чтобы восстановить те города, для того, чтобы восстановить те предприятия, которые разрушены, для того, чтобы восстановить инфраструктуру, для того, чтобы людям построить те дома, которые пострадали или полностью разрушены. Это очень важный момент. Поэтому эти 300 миллиардов потом нам еще помогут восстанавливать нашу страну и будет одним из тем взносов, которые должна будет сделать Россия в качестве выплаты репараций. Поэтому я считаю этот шаг очень позитивным относительно 50 миллиардов. Когда мы получим конкретно, это уже точно до конца года. Это означает, что на 2025 год наши потребности закрыты. Относительно использования этих средств, конечно же, как вы правильно сказали, первое направление, в котором необходимо использовать эти деньги — загрузить наши предприятия. Именно нашим предприятиям на данный момент не хватает государственных заказов из-за недостаточности финансирования. То есть это должна быть приоритет номер один. Второй приоритет — это покупка того, что сейчас не хватает на фронте. Конечно же, сначала у наших союзников, потом уже на те страны, которые имеют такое оружие. И дальше уже потом рассматривать и вопросы финансирования нашего бюджета и всех других расходов, которые предусмотрены бюджетом. Илья, также хочу уточнить, в Минфин российский хочет повысить налоги. Для россиян прогрессивная шкала подоходного налога будет касаться граждан России с доходом от 200 тысяч рублей в месяц. Налог на прибыль для предприятий увеличивается в целом с 20% до 25%. И в целом, если смотреть на эту прогрессивную шкалу НДФЛ, для доходов от 2,5 миллиона до 5 миллионов рублей в год 15%, дальше 18%, 20%, 22%. Согласно подсчетам украинских депутатов, в 2025 году вот это повышение российскому бюджету принесет 30,5 миллиарда долларов. В период с 2025 по 2027 почти 92 миллиарда долларов. Украинские союзники, учитывая, да, вот эту историю саму, саму катавасию с российскими замороженными активами и доходами, от них доходами, так скажем, они готовы, скажем так, по крайней мере, пытаться сравнивать, пытаться выходить в уровень с российскими тратами на оборонку, имею в виду в помощи Украине. Либо вот генерация примерно, сколько, около 120 миллиардов за пару лет, это нереалистично. Ну, давайте рассматривать следующий вопрос. Во-первых, за прошлый год мы получили 42 миллиарда в государственный бюджет для финансирования всех наших расходов, не связанных с войной. Сейчас проголосован пакет Соединенными Штатами на более чем на 60 миллиардов. То есть эти деньги, которые в основном, это уже не бюджет, потому что вопросы бюджета у нас покрыты, там только 7 миллиардов пойдут, 7,8 миллиардов пойдет в бюджет. Все остальное — это вооружение и учеба для наших пилотов, для наших военных и, конечно же, в первую очередь вооружение. Это довольно-таки существенная сумма. Европейский Союз наращивает также внесение своих запасов тех же самых снарядов и вооружения для Украины. Посмотрите, сколько нам сейчас дают патриотов. Это довольно-таки большое количество, с учетом, что это был очень сложный путь к тому, чтобы наших дипломатов для того, чтобы нам вообще просто начали давать патриот. Очень долго нам их не давали. Поэтому постепенно, но Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие союзники наращивают помощь Украине. Кроме этого, вот эта договоренность России с Северной Кореей, она ухудшает состояние для России. Почему? Потому что я уверен, что Южная Корея проходит тот же самый путь, как произошел в свое время Израиль. Теперь Южная Корея просто-напросто, если она не будет помогать Украине, то она просто-напросто вооружает своего заклятого врага, тот, который постоянно угрожает и не только своей армии, но и в том числе и атомным оружием. Поэтому тут также огромный плюс. То есть до этой коалиции еще будет плюс Южная Корея. Посмотрим на конкретные решения, но я считаю, что они будут довольно-таки существенны. Подключается Япония, подключаются другие азиатские страны. Поэтому в этом отношении, в целом, за счет этой всей поддержки от всего мира, мы выходим на тот уровень, который нам необходим. Кроме этого, надо понимать, что вооружение, которое дают нам союзники, оно более точное и, соответственно, носит больше разрушения, чем, например, то же самое российское оружие. Я говорю сейчас относительно снарядов. Конечно, есть такие, как управляемые авиационные бомбы, то разрушение ужасное. От этого у нас пока что и нет. Но как только у нас будет F-16, я считаю, что этот вопрос также будет закрыт. Поэтому в финансовом плане постепенно наши союзники все-таки приходят к тому, что объем помощи Украине становится уже соразмерный с теми вливаниями, которые сейчас осуществляет Россия. То есть надо понимать, Россия не просто воюет, она еще создает коалицию с тех стран, фактически террористов, объединяя вокруг себя Иран, объединяя вокруг себя Северную Корею, создает такие действительно ось зла. И это уже противостояние должно быть всем миром, не только Украины, против этого врага. Да, но пока что от Южной Кореи только идут разговоры о предоставлении Украине ППО. Да, 155-миллиметровых снарядов. Но будем надеяться, что далее будет развитие в этом вопросе. А касательно замороженных активов и тех процентов, тех доходов, которые мы уже в ближайшее время, скорее всего, должны получить, вот тут и, конечно, вот это слово «вероятно», со слов европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса немножечко смущает. Так вот, Украина, вероятно, получит первый транш с доходов от замороженных российских активов до конца лета. Его размер составит 1,5 миллиарда евро, ну, то бишь 1,6 миллиардов долларов. Куда пойдут эти деньги? На что? И достаточно ли это суммы? Или это вот этих 50 миллиардов, о которых шла речь? Это вот так вот по чуть-чуть каждый месяц. Как это будет выглядеть? Что это будут за транши? Ну, во-первых, никаких ограничений по использованию этих денег нет. И это самое главное. Поэтому, исходя из той ситуации, которая сейчас есть на фронте, и приоритетов, лично я считаю, что эта сумма должна быть в первую очередь пойти в украинское производство. Сейчас мы по всему миру ищем снаряды, мы ищем наши союзники в том числе, пытаются нарастить для того, чтобы поставлять эти снаряды Украине. А мы при этом имеем внутренние возможности производить определенные виды снарядов, мин и так далее, в том числе и дронов. Увеличивая количество дронов, мы просто-напросто существенно возмещаем ту нестачу снарядов, которые есть. То есть я... И плюс еще, все бюджетные расходы на этот год уже закрыты. То есть они уже полностью выполнены. А, соответственно, эти деньги мы должны направить в первую очередь в наш оборонный комплекс. И больше всего не столько на проведение мобилизации, сколько как раз на то, чтобы обеспечить заказы для наших предприятий. Максимально это будут и рабочие места, это будут и зарплаты, это будут и налоги, это будет и экономика, которая будет возрождаться. Потому что с учетом тех ударов, которые осуществляет страна-агрессор по нашим энергетичным объектам, нам необходимо и очень важно сейчас, это как раз экономика. Запускать экономику, чтобы было, куда возвращаться, чтобы было, как зарабатывать деньги и чем наполнять бюджет. Каждый доллар, который мы направляем на наши оборонные предприятия, до 40% возвращается назад в бюджет в виде различных налогов. Налогов на заработную плату, налогов на НДС, налоги на прибыль в том числе и других налогов. Поэтому в этом отношении я считаю, что это должен быть приоритет номер один. Это финансирование оборонно-промышленного комплекса. Потенциал есть. Если наши оборонники просят разрешить им экспорт, почему? Потому что заказов в средине страны нету, то, соответственно, им надо дать эти заказы, потому что наши международные партнеры не поймут, если мы, например, сделаем такое разрешение, то есть получаем оружие и тут же что-то продаем. Это невозможно. Соответственно, это приоритет номер один. По другим вопросам, другим направлениям, это, конечно же, энергетика. Но надо не забывать, что по энергетике нам помогает по другим программам. И Европейский Союз нам выделяет соответствующие деньги и оборудование, и Соединенные Штаты, и другие страны в том числе. Соответственно, приоритет должен быть все-таки на оборонку. А уже каким-то третьим пунктом должно быть, если нам не хватает каких-то запасов снарядов и вооружения, но мы могли бы купить, то в этом случае это уже должен быть третий пункт для того, чтобы обеспечить наших солдат лучшим вооружением, большим количеством снарядов, для того, чтобы успех был уже предрешен на нашу пользу. В конце, Илья, это касается также контекста помощи, объемов помощи со стороны западных партнеров Украины. Washington Post днями вышла со статьей о том, что Украина борется с коррупцией, но западные столицы говорят недостаточно. Для наших зрителей, проживающих на территории Европейского Союза, страны которых экономически и финансово помогают Украине, объясните, каким образом в Украине происходит борьба с коррупцией разного уровня? От среднего, где чиновник, условно, получает взятку за что-либо, до самого высокого, до представителей высшего политического истеблишмента Украины. Достаточно ли органов? Достаточно ли действий в целом? Ну, органов однозначно достаточно. То есть тут уже вопрос другого плана, эффективности работы, но то, что не увеличивать количество органов, то в этом я абсолютно согласен. Относительно коррупции. Ну вот, например, как раз на прошлой неделе был принят закон про перезапуск Бюро экономичной безопасности. Данный орган, скажем так, реформа прошла недостаточно успешно. Он недостаточно эффективный, и это обоснованно. Наши партнеры говорят, что вот, действительно, то, что мы постоянно делали исследования и показывали, что есть расходы бюджета, то есть даже не надо повышать налогов, достаточно просто закрыть те дыры, которые есть. И в этом отношении Бюро экономичной безопасности состоит ключевым органом для того, чтобы бороться с этими схемами. Поэтому в этом отношении принятие этого закона выбор нового конкурса на нового главу Бюро экономичной безопасности, потом перезапуск тех работников, которые есть, это даже не означает, что обязательно увольнение. Это переаттестация, это проверка на доброчестность и, соответственно, на все те качества, которые должны быть у человека, который отвечает за такие большие потоки и имеет такую большую ответственность. Поэтому в этом отношении мы должны показать, что мы выполнили, и страны G7 как раз отметили то, что этот закон соответствует их ожиданиям, мы выполнили наши обязательства, мы разблокировали, между прочим, 3 миллиарда евро после принятия этого закона. Теперь самое главное — провести перезапуск, и у нас будет в этом направлении гораздо лучшая ситуация. По другим, тут надо понимать вопрос в том, чтобы не только выявление какого-то коррупционера важно для наших партнеров, но и прохождение всех цепочек — суда, сбор доказов, проведение соответствующих решений, судебных решений, и человек должен понести наказание. То есть вот это нам нужно партнеров, потому что на данный момент мне сложно сказать, кто получил уже окончательные судебные решения, то есть его уже посадили за ту коррупцию, которая выявлена. Вот это наших партнеров беспокоит. Спасибо вам большое, Илья, за ваше время. Для нас напомню нашим зрителям. Илья Несходовский, экономический эксперт, был с нами на связи.